Доброе утро! Макияж, маникюр, педикюр, эпиляция, других слов даже произносить не буду, мужчинам станет страшно. А в детстве завяжешь бантик и красавица. Все проходит. Попробуйте сейчас завяжите бантик и послушайте, что вам скажут родные и близкие. Пока вы экспериментируете, мы для вас, для самых родных и близких, покажем вот что. Самая модная информация о погоде. Когда минус 30, удобный диван, теплый плед, книжная полка. Партийная конференция Единой России. Как это было? Что делать, если вам подарили двухметрового оленя? В каждой семье есть какие-нибудь памятные дни. В эти дни принято красиво хвастаться. Мы подумали, что край наш, чем не семья. Поэтому дни Пермского края в Совете Федерации России были полны добрых слов, памятных дат, ну и, конечно, планов. А сколько было в ВИП-персон от вас не утаим. На два дня, 17 и 18 декабря, наш регион оказался в центре внимания в Верхней Палате Федерального Собрания. Делегация Пермского края, которую возглавляет губернатор Виктор Пасаргин, решает практические задачи в интересах региона. На комитеты Совета Федерации вынесен ряд ключевых вопросов социально-экономического развития Пермского края. Развитие инфраструктуры Березняковско-Соликамского промышленного узла. Господдержка жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Предоставление субсидий с федерального бюджета на строительство театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского. Эти и другие вопросы члены правительства Пермского края подняли на отраслевых комитетах Палаты регионов. В плотном деловом распорядке нашлось время и для прекрасного. В Пермском крае все такие голосистые? Да. Замечательно. Спасибо вам большое. Настроение создали. На выставке презентации Пермского края то, чем может гордиться наш регион. Это далеко не все, конечно, а лишь то, что удалось разместить из-за ограниченности экспозиции. Здесь представлены пермские промышленные предприятия, в частности, лукоилы, пермские моторы. Предметы пермского звериного стиля, уникальные произведения галереи авторской куклы, макета аэропорта и многое другое. Уже мои знакомцы. Здравствуйте. 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 Главное, мне нравится, что все, и одежда, и образ, а главное, руки золотые. И снова за работу. На пленарном заседании Совета Федерации доклады губернатора и председателя законодательного собрания Пермского края о развитии региона. О проблемах, которые нужно решать совместно, и об опыте, которым мы готовы делиться с другими регионами. А затем заключительное слово председателя Совета Федерации, из которого понятно, все не зря, и эти два дня для нас получились весьма продуктивными. Все ваши предложения, инициативы внимательнейшим образом рассмотрены, будут учтены в нашей работе, и вы можете рассчитывать на поддержку и содействие Совета Федерации в решении тех проблем, которые есть на сегодня в крае. Для нас было важно решить ряд проблем, связанных с поддержкой, финансированием программ по переселению граждан на территории города Березники. Кроме этого, поддержка проекта Белкому. Также были предложены проекты по поддержке развития здравоохранения, образования, ну и ряд других социальных проектов. Считаю, что все задачи, которые мы связывали с презентацией Пермского края Совета Федерации, были реализованы. Оксана Иваева, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Для любой партии нет важнее события, чем ежегодная конференция. Да, вот такие у них критерии их действий. Так вот, на конференции сначала намечались казни, потом торжества, ну потом решили совместить. Если у вас есть активная жизненная позиция, смотрите и учитесь. Конференцию регионального отделения партии «Единая Россия» начали с подведения итогов за год. Но об этом мы еще расскажем в наших следующих сюжетах. Самым непростым оказался второй вопрос повестки о ротации кадров. Процедура новая, ничего подобного на местном уровне еще не было. Согласно внутрипартийным правилам и в частности уставу, 10% членов Политсовета должны ежегодно уступать свои места другим единоросам. Получается, что из 80 человек надо было исключить 8. К сожалению, мы не можем вам показать, как проходило обсуждение. Телевизионных операторов попросили на время покинуть зал. Это протокольная съемка. Но если вы смотрели фильм «Гараж» Ильдара Рязанова, то сможете представить атмосферу, которая царила в ходе заседания. Секретарь регионального отделения партии зачитал список людей, которые, по его мнению, недостаточно времени уделяли работе в «Единой России». Из состава совета было предложено вывести в частности трех депутатов законодательного собрания края. Владимира Жукова, Дмитрия Скриванова и Сергея Клипцина. Кандидатура Владимира Жукова споров не вызвала, так как он уже длительное время живет и работает в другом регионе. Чего не скажешь про Скриванова и Клипцина. Их заподозрить в пассивном отношении к делу сложно. «Там, значит, оказались неожиданно, значит, кандидатуры двух депутатов, членов фракции «Единая Россия». Я бы сказал, что это очень активные депутаты, которые много делают на благо Пермского края. Вот, какие критерии, значит, почему они в этом списке, мне сложно оценить. Нельзя отделять работу депутата во фракции и работу в полицовете. Тем не менее, большинством голосов восемь человек были выведены из состава Пермского полицовета «Единой России». Сергей Клипцин принял решение коллег по партии «Стойко» и сказал, что хлопать дверью не собирается. Понятно, что какие-то эмоции были, есть, возможно, еще. Но я уже не в том возрасте, чтобы им поддаваться. Поэтому я бы все-таки оценил результаты голосования на конференции не как черную метку, да? А как, вот пусть не сочтите мои слова банальными, значит, а как все-таки задача на то, что попытаться взглянуть на себя со стороны, что ты делал. Вы знаете, мне однажды подарили на Новый год тандыр. Тот, кто не знает, что это, объясню. Это достаточно большая такая вещь, которая третий год стоит у меня в коридоре, потому что печь хлеб в домашних условиях мне не хочется. Огромный плюс этого нелепого подарка. Человека, который мне это подарил, я буду помнить всю жизнь, уж это точно. У каждого пермяка были в жизни такие подарки. Не верите? Давайте спросим. Магазин «Вега Фловерс Галери» по новому адресу. Комсомольский проспект 83. Неувидающие цветы. Замечательное дизайнерское решение для украшения любого интерьера. Наверное, мягкую игрушку уже в таком взрослом возрасте. Собака. Уже получила. Зубной счет. Я думаю, это уги. Притом такие элементарные китайские уги, которые я приносила два дня, и они у меня, к сожалению, порвались. Воробья. Мне подарили воробья. Такой экстравагантный подарок, который я вообще не ожидал получить, и был приятно удивлен, это гитара. Причем я даже не умел на ней играть. Не знаю, самый нелепый подарок на Новый год – это никакой подарок от моего мужа. Погода такая коварная. Вот почему праздники погодой можно испортить, а погоду плохим праздником нет. До наступления Нового года осталось чуть больше десяти дней. Если вы решили встретить его вне дома, то лучше всего одеться потеплее. Синоптики пока не берутся делать точных прогнозов. Но по статистике последних пяти лет температура воздуха 1 января опускалась до минус 25 градусов. Согласно многолетних данных средних, статистических, обычно в начале января у нас наблюдается температура в дневные часы около минус 10 градусов, ночные – порядка 17 градусов. Но это многолетние данные. От них, как правило, отклонения в ту или иную сторону бывают. К примеру, относительно нехолодно было 2 и 3 года назад. Тогда столбик термометра держался в районе минус 5-8 градусов Цельсия. В такую погоду, не опасаясь замерзнуть, можно спокойно кататься на коньках, лыжах или санках, а также отправиться на праздничные гуляния, которые будут проходить в городе. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Существует такое понятие «детский крик в литературе». Это когда высокоумные дяди и тети так замудрили мозги читателей, что неожиданно прорезавшийся на литературном горизонте неокрепший голосок какого-нибудь отрока воспринимается едва ли не как трубный глаз Мессии. Об этом даже Александр Малинин поет. Дай Бог лжецам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Давайте прислушаемся. Итак... Московский прозаик Роман Сенчин, несколько лет назад прославившийся апохальным творением о современной русской глубинке Ёлтышевы, выпустил новый сборник повестей. Чего вы хотите? Перед нами среднестатистическая российская семья. Папа, мама и их дочь школьница Даша. Действие большей частью происходит на кухне. Впечатление, будь то школьница Даша включила диктофон и записала обычные домашние разговоры, в которые, тем не менее, вплетаются реплики взрослых о том, что происходит за окнами. А там шумит болотная площадь. А там Немцов, именуемый вождем журналистов, ходит туда-сюда, а за ним человек 20 с микрофонами. Девочка с удивлением узнает, что подлинное имя и фамилия отправлено в отставку вице-премьера Владислава Суркова Асламбек Дудаев. Да и сам Дмитрий Медведев не Дмитрий Медведев, а Давид Мендель. Но это не главное, говорят родители. Главное быть преданным общему делу. А какое у них дело, спрашивает Даша, и слышит. Эх, судя по всему, Россию уничтожить. Достается от родителей и современным писателям. Проходя мимо кухни, Даша, цитирую. Услышала почти злой голос папы. Да потому что русскую литературу в безделушку превратили. А Конин у нас чуть ли не совесть на отце. И я не удивлюсь, когда писателей народ давить начнет, как паразитов. И вот импровизированный домашний митинг перетекает в митинговую улицу, на которой оказывается девочка. Многое слышит она о теперешней нашей жизни. И не выдерживает. Тут-то и раздается тот самый праведный детский крик. Чего вам надо всем? Чего вы хотите? У меня в руках роман Гелены Некрасовой с забавным названием «Маленькие». Помните, как в детстве, когда говорили «худенький», то все знали, что это толстый. А у меня есть знакомая, которая своего мужа называет «маленьким», хотя он под два метра. Может, «маленькие» – это самые большие, даже страшно сказать, те, которые осели там. В Швейцарии бы осесть или в Германии. Вот там спокойно. А надо в России. Постановления центра не подлежат обсуждению. Конец цитаты. Сначала я не понял, кто все-таки автор сборника прозы «Бильярды и гробы». То ли Сергей Минин, как обозначено на обложке, то ли… Вот я читаю название одного из рассказов, а там «Приглашение на казнь». Память подсказывает. Да ведь так называется один из романов Владимира Набокова. Но, может, Сергей Минин дает какую-то на него ссылку или хотя бы намекает по ходу повествования. Отнюдь. Здесь Набоковым и не пахнет. Тут, знаете, другие миазмы. Цитирую. Вы куда использованные презервативы выкидываете? Я, что уж таить, есть у меня такая дурацкая привычка – форточку за окно. Собственно, с этого начинается рассказ Минина. Правда, в конце автор уточняет, дескать, так поступает не он, а один из его знакомых. Читаем другие рассказы нашего хитреца. Порочный круг. Непридуманная история. Побег в вечность. У вас какое-то дежавю? Вот ты у меня. Как и вы, я не раз где-то эти названия слышал. Да в любой газете. А вот то, что удивительным образом определяет тональность всей прозы Минина. Его очередной рассказ звучит лучше некуда. Полный пипец. Тут ни убавить, ни прибавить. Недавно мне приснился страшный сон. Будь то бы я попадаю в город с потрясающим названием – Хотецк. И вот, иду я по Хотецку, и, о ужас, вижу на его книжных развалах огромные тома, заглавленные, порочный круг, непридуманные истории, ну и так далее. И выясняю, чего хотят жители Хотецка. Мы устали от порочного и непридуманного. Нам бы чего-нибудь придуманного. Поэтому в следующей передаче я познакомлю вас с книгой Генриха Сабгира «Летящий и спящий». До встречи! Есть люди, которые не верят прогнозу погоды или астрологическому гороскопу, пока не прочитают их в любимой газете. Что уж говорить про новости. Да, такое доверие завоевать сложно, но этим газетам удалось. И нашему пресс-параду, мы надеемся, тоже. Юрий Валяев запретил своим подчиненным передавать информацию о ДТП аварийным комиссарам. Читаем в электронной версии еженедельника новый компаньон. Рынок этих услуг должен быть адвокатирован и существовать наравне с ГИБДД. Уникальность распоряжения в том, пишет автор статьи Максим Артамонов, что оно запрещает передавать любые персональные данные заявителей, в том числе номера мобильных телефонов участников ДТП. Запрещено также общение по служебным телефонам в личных целях. В рамках распоряжения предусмотрено проведение проверочных звонков. Такие мероприятия будут проводиться еженедельно. Вертолеты России инвестируют в развитие редуктора ПМ несколько миллиардов рублей в ближайшие пять лет, пишет коммерсант. «Представьте, что вы купили машину, и ваша жизнь принципиально изменилась. Для нашего предприятия это другая жизнь, совершенно другое качество изделий. 48 новых рабочих мест и залог качества на годы», заявил генеральный директор и редуктор ПМ Николай Семикопенко. «Освоение новых технологий позволит снизить издержки на исправление дефектов и сократить цикл производства деталей. Ресурсные параметры изделий вырастут в разы», добавил он. ВСИН разъяснил процедуру амнистирования, материал в российской газете. Тюремное ведомство разъяснило порядок применения амнистии. Сначала в казенных домах изучат дела арестантов. Кто попадет в прощенные списки, потом документы подадут на утверждение в прокуратуру. Все процедуры займет некоторое время, но затягивать процесс Федеральной службы исполнения наказания не намерено, так что первые освобождения по амнистии могут появиться уже через несколько дней, пишет автор статьи Владислав Куликов. В органном зале, где проходило вручение премии Пермского края в области культуры и искусства, было много свободных мест. Почему эта церемония, как и сама премия, теряет свою престижность? Обозреватель звезды Людмила Каргопольцева ставит острую проблему целевых задач подобных акций, которые, по ее мнению, должны не только фиксировать лучшие работы года, но и побуждать к созданию новых. Есть вещь, которую неудобно просить у женщины, особенно любимой – денег взаймы. Мужчины, чтобы не уронить лицо и при этом не остаться без средств к существованию, хотя, я уверена, такого не бывает почти никогда, послушайте другую женщину, умную Надежду Емельянову. Партнер рубрики «Правила денег» Форобанк в Перми. Форобанк. Выигрываем вместе. Доброе утро. Эксперты Национального агентства финансовых исследований выяснили, что микрофинансовые организации знакомы узкому кругу жителей России. 80% опрошенных не знают, что это такое, а из тех, кто в курсе, пользовался их услугами только каждый десятый. Жители России, обращавшиеся в микрофинансовые организации, преимущественно оформляли займы. Вклад открывали только 12%, причем в основном это женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Вообще представительницы слабого пола чаще, чем мужчины, обращаются к услугам таких компаний. Объем этого рынка по итогам 2013 года достигнет 85 миллиардов рублей, ожидают эксперты. При этом почти 20 из этих 85 миллиардов – это просроченная задолженность. По данным одного из крупнейших коллекторских агентств, среднестатистический должник среднего возраста с доходом ниже среднего или безработный, возможно, мигрант. То есть он не имеет шансов на то, чтобы получить кредит в банке. Обычно он берет в долг примерно 25 тысяч рублей. Кстати, отказ от использования услуг микрофинансовых организаций россияне объясняют в том числе высокой стоимостью этих услуг. Четверть респондентов не пользуются услугами таких компаний, поскольку не доверяют им. 17% опасаются, что подобные организации небезопасны. Это были правила денег. Есть люди, которые не любят фантастику. Но вряд ли кто-то равнодушен к «Звездным войнам» или, скажем, «Властелину колец». При просмотре этих фильмов у редкого критика потянется рука гнилому помидору. Тем более у Игоря Чарнова. Он здесь. Здравствуйте. А знаете, за что я люблю киноэпопею «Властелин колец»? Нет, не за роскошные батальные сцены или спецэффекты. Я просто обожаю величественные просторы, которые открываются взору во время путешествия героев фильма. Благо сцен, где хоббиты или еще кто-то куда-то идет, во «Властелине колец» предостаточно. Эта особенность фильма даже стала поводом для шуток. Вот первое кино. А вот второе кино. Готовы к третьему фильму? В этом кино даже деревья ходят. В «Клерках 2» Кевина Смита отлично показан конфликт фанатов «Властелина колец» и «Звездных войн». Вот мое кольцо всевластия. Есть только одна трилогия – «Звездные войны». Да, и «Звездным войнам» тоже досталось. Тихо, тихо! Меня зовут Анакин. Моя игра погубила сагу. На самом деле оба фильма – это две великие саги, навсегда изменившие мировой кинематограф. И «Звездные войны» и «Властелина колец» выделяют прежде всего совершенство и абсолютное правдоподобие миров, в которых разворачиваются события. А что тебе подсказывает сердце? Создается впечатление, что то, что события в фильмах вымышлены, вовсе не означает, что они не произошли на самом деле. «Это ваше испытание. Все этики и тропы войны, пройденные вами, вели к этому пути». Все то же самое, что и раньше, но еще масштабнее. «Мы пришли вернуть свой родной дом». На экраны вышло продолжение приквела «Властелина колец». «Хоббит. Пустошь Смауга». «Я нашел кое-что в гоблинских пещерах». «И что же это?» «Мужество». «Хорошо. Тебе оно пригодится». «Ну рассказывать здесь нечего. Кадры из фильма все скажут за меня». «Я не стану рисковать всем походом ради жизни одного вора». «Его зовут Биль?» «Ну, вон. Где же ты?» «Выходи. Не стесняйся. Покажи себя». «Лично мне больше нравятся «Звездные войны». «Война звездонутый». «Но это не повод пропустить новое приключение Хоббита». «Ты чувствуешь?» «Не понял. Сегодня первый день всей оставшейся жизни». «Партнер показа – магазин стройматериалов «Южный двор». «Все для дачи и дома» на Самаркандской 96. «Зимой так много вирусов, но на ребенка же антивирусник Касперского не поставишь». «Дорогие мамочки, уберечь своих малышей от болезни можно только профилактикой. Но и нашей рубрикой «Здоровые дети». Партнер проекта – лаборатория «Медлаб-экспресс». «Медлаб-экспресс» – правильная лаборатория, правильный диагноз. Впереди Новый год и зимние каникулы. Это значит, что наши дети целыми днями будут пропадать на горках, на катках и в ледовых городках. А каждая мама будет волноваться о том, чтобы на этот раз обошлось без травмы. Об этом поговорим сегодня в программе. Каждую зиму я смотрю, как толпа ребятишек скатывается с горки и замираю. Ведь мы все знаем, что с некоторых горок скорая увозит не по одному человеку в день. В дни школьных каникул травмпункты регулярно принимают маленьких пациентов. И это совсем не весело. Детский травматизм зимой больше связан все-таки с каникулами, чем с температурными. Перепадами температур. И даже гололедом, поскольку меньше внимания родителей, больше травм у детей. Что касательно горок, то прежде чем отпускать ребенка на горку, родителям неплохо было подойти и посмотреть, что это за гора. Есть ли там внизу какие-то, не знаю, дефекты ледяного покрытия. Как долго горка эта катится. По словам опытных врачей, основными травмами при катании с горок становятся переломы и растяжение голени и голеностопных суставов, если ребенок едет сидя и упирается в какое-то препятствие. Кроме того, при катании стоя на ногах дети часто падают на жесткий лед, что приводит к переломам рук. Особенно травмоопасно катание в толпе, так как на малыша вполне могут свалиться едущие следом товарищи постарше. И об этом следует помнить при посещении ледовых городков. Кроме льда и снега, непременно январский фактор риска – это морозы. Что же касается резких перепадов температуры и похолодания, то здесь, как всегда, это адекватная одежда. И здесь как раз родителям все карты в руки. Если уже случилось то, что ребенок где-то переохладился или какие-то есть признаки отморожения, это побеление, онемение свободных частей тела, как правило, лицо, пальцы рук, стоп, то хочу напомнить, что травмпункты есть в каждом районе. Работают они круглосуточно. И вместо того, чтобы вспоминать, как вы лечились в детстве, как вам говорили родители, или искать помощь в интернете, обратитесь к врачу, получите квалифицированную консультацию, лечение. Так будет проще и надежнее. Очень важно не пытаться применять народные рецепты. Нельзя растирать снегом или варежкой побелевшие щеки. Это может привести к неприятным осложнениям. Еще один вид опасных новогодних развлечений – фейерверки и петарды. И позиция травматологов в этом вопросе довольно резкая и однозначная. Основное – это оградить детей от всего, что воспламеняется или взрывается, в том числе и от петард. Так же, как и все опасное – хранить недоступных для детей мести, пишут даже в рекомендациях на продажах, это петард касается на 100% или на 150%. Хотите подарить ребенку праздник – делайте все по инструкции, делайте все сами. Такая позиция врачей связана прежде всего с тем, что поражения от взрывчатых веществ могут быть очень тяжелыми, вплоть до летального исхода. И об этом стоит помнить каждому родителю. Конечно, от случайности никто не застрахован. По странному совпадению, в то время, когда снимался этот сюжет, мне позвонила старшая дочка и сказала, что по дороге в школу поскользнулась и неудачно упала, и теперь школьный врач рекомендует обратиться в травмпункт. К счастью, для нас все обошлось лишь легким растяжением голеностопа. Надеюсь, наши и ваши каникулы пройдут без последствий для детского здоровья. Некоторые родители против того, чтобы каждый день давать детям деньги на карманные расходы. Они рассуждают так – нам же каждый день зарплату не выдают, мы ее зарабатываем. Вот и вы учитесь. А на чем детям, как говорится, тренироваться? На лесной бирже, конечно. Здесь учат зарабатывать и тратить деньги с умом, а не распылять их, скажем, на озеленение Луны. Всем привет! О, Илья, а ты что здесь делаешь? Ты здесь ночевал, что ли? Здравствуйте, я тут не ночевал. Я всю ночь не спал. Я сюда пораньше пошел, чтобы у вас спросить, что же делать-то? Я последний раз усом занял сто жерудей. Я на эти сто жерудей купил две акции овощепило. А теперь, если я их продам за 60 жерудей, то мне ведь надо сове вернуть 200. Да, и ты, Илья, как умный человек, наверное, понимаешь, что у зверей-то у всех такие же проблемы. Я все равно не понимаю, почему цены стали падать так сильно. Ну, подумаешь, не заплатили дивиденды. Заплатят и все наладится. Почему цены, говоришь, стали так сильно падать? А вот скажи мне, сколько компаний в лесу можно купить? Ну, их акций. Тут 15 компаний сейчас в лесу. Ну да, 15 компаний. Еще совсем недавно у каждой компании одна акция стоила примерно 50 жерудей. Да. А некоторые даже стоили дороже, по 60, по 80. Хорошо. 15 компаний. Каждая выпустила примерно по 10 акций. И каждая акция стоила 50 жерудей. Допустим. Пробовал перемножить все эти цифры? Ну, это сложно. Конечно, сложно. Поэтому никто этого и не пытался сделать. А если бы хоть кто-то из зверей эти цифры перемножил, то получилось бы 7,5 тысяч жерудей. Ооо. Столько жерудей даже в центральной банке у совы нет. Поэтому, если вдруг все звери захотят все свои акции продать, столько денег не наберется. Поэтому цены на акции будут падать. Что же делать? Две акции и овощи пио отдаю за 30 жерудей. Акция «Мир цветов» за 20 жерудей. 20 жерудей. Чего же ты ждешь? Продавай. Тогда у тебя останутся деньги, чтобы вернуть сове. Илья, продавай. Ага. Продаю, продаю. Продаю две акции овощи пио за 25 жерудей. Забрал. Продаю три акции «Мыша Денец» за 30 жерудей. Забрал. Продаю одну акцию «Мыша Денец» за 20 жерудей. Забрал. А что теперь делать? Эдуарты не минать. Наверное, считать прибыли и убытки. Дать тебе калькулятор. Ах. Рубрика создана при поддержке группы компаний «Кастом Кэпитал». Если все время молчать, то никто никогда вас не услышит. Такое ощущение, что многие уже стали привыкать к хамству на дорогах и просто терпят, когда водители автобуса, например, начинают устраивать гонки «Формулы-1». А может, люди просто не знают, куда пожаловаться? Попробуем разобраться сегодня в вечернем Вестнике в 19 и в 21 час. Давайте просто проверим, соответствует ли действительности новая поговорка «наглый, как автобус». Любая женщина хочет быть красивой. Как только она почувствовала себя красивой, она тут же хочет быть любимой. Как только она стала любимой, она тут же хочет быть единственной. И как только она становится единственной, у нее возникает такая масса желаний, что если все их я начну перечислять, мы не расстанемся до вечера. Чтобы не расстраивать мужчин, хочу сказать только одно. Соглашайтесь, парни, соглашайтесь на все. Сэкономите себе кучу времени, нервов, а если повезет, то и денег. Начинайте прямо сейчас. Если у вас любимая спрашивает, как она выглядит сегодня, даже не оборачивайтесь, говорите «прекрасно». Женщин? Женщин это тоже касается. Доброго вам дня! Сегодня в Перми морозно, минус 24-26 градусов. Возможен небольшой снег. Атмосферное давление чуть выше нормы. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова